С докладом о работе отдела внутренних дел Черкеска в 2014 году выступил начальник УМВД России по Черкесску Владимир Корниенко. Он дал оценку криминальной обстановке в Черкесске, отметил положительные и отрицательные моменты в деятельности подчиненного ему отдела. Было обозначено, что удалось переломить ситуацию с телефонными мошенничествами, процент которых резко снизился. Сказались профилактическая работа, проводимая участковыми, а также СМИ и общественными организациями. Из негативных моментов был отмечен рост числа краж автомобилей. Причем зачастую сами же владельцы способствуют совершению подобных преступлений. Машины не оборудованы сигнализацией, нередко автомобили не заперты и даже оставлены с ключом в замке зажигания. Начальник полиции МВД по КЧР Сергей Гаврилкин дал указание и в данном направлении активизировать профилактическую работу. Вместе с тем была дана оценка общественно-политической ситуации в Черкесске в минувшем году. Общественно-политическая обстановка по городу Черкесску за отчетный период оставалась стабильной. На территории города Черкеска было проведено 433 общественных спортивных и культурно-массовых мероприятия с массовым пребыванием граждан, на которых обеспечивалась охрана общественного порядка и общественной безопасности сотрудниками отдела МВД России по городу Черкесску. Было отработано 50 801 человека часа. Руководитель отдела Министерства внутренних дел обозначил пути решения проблем, связанных с улучшением работы по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в городе. В этом направлении благодарность была выражена мэру Руслану Тамбиеву за создание при отделе ситуационного центра наблюдения, открытие которого состоялось в конце 2014 года. Особо остановились на дорожно-транспортной ситуации в городе. В минувшем году сотрудниками ГИБДД было составлено более 20 тысяч административных протоколов на сумму порядка 15 миллионов рублей, а на сегодняшний день из-за этой суммы взыскано лишь 2 миллиона. Водители, имеющие по 5-6 нарушений, не понесли заслуженного наказания и продолжают ездить, заявил начальник отдела. В рио министра внутренних дел БКЧР Сергей Гаврилкин взял под личный контроль данный вопрос. Мэр Руслан Тамбиев отметил, что в недавнем прошлом хорошо себя проявила система дорожных приставов, когда сотрудники полиции и судебные приставы совместно вели работу по взысканию штрафов. В прошлом году мы купили для приставов аппарат дорожный пристав. Они выезжают по городу вместе с вами. Я знаю, что за один только месяц они собрали полтора миллиона рублей. В ходе совещания в Рио министр Сергей Гаврилкин поблагодарил мэра Руслана Тамбиева за понимание, помощь и выразил уверенность, что сотрудничество отдела внутренних дел и мэрии будет тесным и в дальнейшем. В свою очередь мэр Черкесска Руслан Тамбиев поблагодарил полицейских города за обеспечение правопорядка на всех проведенных в республиканской столице мероприятиях, которых в 2014 году было более 400. «Главным показателем эффективности вашей работы для меня является то, что люди могут безопасно передвигаться по территории нашего города. Это для меня самое главное», – подчеркнул городоначальник. Далее Руслан Алиевич предложил поменять формат проведения подобных отчетных совещаний, а именно приглашать на них представителей общественности, предусмотреть участие в них жителей Черкесска. «Я называю вас «народная полиция», вы должны отчитываться перед народом. То бишь, нужно, чтобы присутствовали общественные организации, чтобы присутствовали жители нашего города, у них тоже есть вопросы, есть замечания». Затем Тамбиева огласил результаты соцопроса, который был проведен в рамках анализа работы полиции в городе Черкесске. «Первый вопрос. Какое значение вы вкладываете в понятие качества работы полиции? Ну, полиции. И вот здесь самое основное – повышение общего уровня безопасности. Это 40% отвечает. Затем, как вы оцениваете работу органов внутренних дел в Черкесске? Там отлично. Хорошо. 20% удовлетворительно. 41%. Но это, считайте, что под 70% у нас – это очень хороший показатель». В целом, по итогам работы за 2014 год, Министерство внутренних дел по КЧР с поставленными задачами справилось. Полиции удалось не только сохранить контроль над оперативной обстановкой в республике, но и укрепить позиции на ключевых направлениях борьбы с криминалом. Оксана Качкарова, Андрей Дорошенко. Присодействие пресс-службы МВД по КЧР. Итоги недели. Продолжение следует...